Давайте поговорим о нашем стейке. Кстати, многие из мясоедов и те, кто готовит стейки из говядины, сейчас могут накинуться на меня и сказать, «Вау, какие стейки? Стейки – это только говядина». Я с вами абсолютно согласен, ребята, стейк – это только говядина. Но не забывайте, что понятие стейк – это шматок мяса. Существует такое правило. Если мы говорим «стейк», значит, это говядина. Но если мы говорим «стейк» и добавляем «из свинины», то это тоже считается правильно. Так что, релакс, успокойтесь. Чтобы получился очень вкусный и сочный стейк из нашей шеи, обязательно нарезайте его кусочками в среднем 3,5 сантиметра, не тоньше. Заранее из холодильника его доставать не обязательно. Мясо должно быть свежее. Прежде чем начинать готовить основное блюдо, нарезайте стейк и давайте мы начнем с ним работать. Черный перчик. Черный перец молоть только в ступке. Много не солите, потому что у нас с вами будет интересный и достаточно агрессивный соус. Оливковое масло. Традиционный маринад. Так, в общем-то, делают и говяжьи стейки. Ну и свиной стейк будет великолепен. Я убираю наше мясо в сторонку и начинаем готовить другие ингредиенты. Зеленый лучок. Это будет наш гарнир. Добавляем немножко соли. Чуть-чуть. Чили. Черный перчик. Тростниковый сахар. Буквально пол чайной ложечки. Оливковое масло. Столовую ложку. Винный уксус. Пол чайной ложечки. Белое сухое вино. Как вы видите, я использую эста тропака. Нет необходимости для готовки использовать дорогое вино. Нам нужна кислинка. Как вы понимаете. Замариновали. Убираем в сторонку. Полкилограмма картофеля. Мы из него с вами будем делать пюре. На полкилограмма картофеля я использовал в среднем где-то 750-800 миллилитров воды. Пол чайной ложечки соли. Закрываем крышечкой. Довоим до кипения. Затем снижаем температуру. И варим на медленном огне до готовности. Наше картофельное пюре будет не просто так. Там будут всякие различные фигфоки. Вот это все мы с вами будем жарить во фритюре. Фритюр разогрелся до 180 градусов. Еще раз вам повторю, что когда работаете с маслом, раскаленным маслом, помните, много масла не наливайте. Потому что во время жарки масло, как правило, сильно увеличивается. Особенно если вы жарите влажный продукт. Никогда руками не бросайте. Всегда используйте какие-то маленькие шумовочки, вот как я, например. Потому что каждый раз, когда вы будете бросать, капли масла могут попасть вам на руку. Инструменты должны быть сухими. В этот момент, пожалуйста, не пейте воду, алкоголь. Будьте сконцентрированы, потому что это нереально опасно. Все окружающие, которые могут быть рядом с вами, могут обжечься. В конце концов, вы можете сделать пожар. Пол луковички жарим до приятного золотистого цвета. Приготовьте тарелочку с бумажным полотенцем. Так, вот этого достаточно. Пошел чесночок. По той же схеме. Ну вот, приятно золотистый цвет. То, что нам нужно. Тимьян. Прежде чем жарить тимьян, обязательно его нужно помыть. Потому что там очень много земли, как правило. После этого обсушите полотенцем. Прям выжимайте бумажным полотенцем. И дайте, чтобы тимьян постоял в среднем полчаса, час. Для того, чтобы подсох. Готов. Буквально секунд пять. Последним моментом жарьте петрушку. Снижаем температуру до 160 градусов. Потому что 180 слишком много. Перед тем, как жарить петрушку, ни в коем случае ее не мойте. Потому что она сохраняет много влаги. Итак, 160 градусов. Стойте в сторонке. Она имеет взрывоопасный характер. Видите, что творит? Жарим ее так же буквально пять-семь секунд. Все, она готова. Масло убирайте. Больше оно нам не понадобится. Картофель у меня сварился. Я слил воду. Приоткрыл его. Для того, чтобы он слегка подсох. Пока картофель подсыхает, берем маленькую кастрюльку. И греем молоко и масло. Нам нужно на полкилограмма в среднем 20% сливочного масла. Вы скажете, нифига себе, как много. Да, ребята, во Франции, кстати, используют во многих ресторанах, и причем очень крутых, с мишленовскими звездами, 50 на 50. Половина масла сливочного, половина картошки. Это, конечно, очень жирно, но на самом деле очень вкусно. Мы с вами будем использовать всего лишь 20%. Если у нас с вами полкилограмма, то это будет 100 грамм масла. Ложим кастрюльку. Небольшой огонь. Ориентировочно 100 миллилитров молока. Давайте мы сюда положим 2 лавровых листа, 4 зубчика кардамона, 3 штучки душистый перец, 3 гвоздички. Это у нас с вами сухой шалфей. Если у вас есть свежий, будет прекрасно. Это в среднем где-то пол чайной ложечки. И тмин, тоже пол чайной ложечки. Доводим наше молочко с маслом и со с этими специями практически до кипения. Как только вы увидели, что молоко начинает закипать, сразу выключайте и даем постоять буквально 5-10 минут, так, чтобы специи передали свой аромат молоку. Я, кстати, регулярно меняю бумажные полотенца под нашим фритюром. Можете вот прям таким вот образом выжать. Все. Отлично. Убирайте веточки тимьяна, большие, молочко в сторону. Режем ножом. Не делайте слишком мелкие кусочки, пусть они будут фактурными. Какой аромат. Мы с вами сейчас сделаем бельгийскую картошку-пюре. Они очень любят использовать, вот скажем так, огромное количество трав и усиливать аромат пюре. Обычная толкушка. В ресторанах используют специальные приспособления, которые насыпаются в картофель и они, скажем так, его перетирают. Идет такая стружка. Картошка получается просто невероятная. Именно ресторанное картошка-пюре самое вкусное, я вам так скажу. Но в домашних условиях тоже возможно сделать. Обычно и вот этой вот такой толкушкой мы с вами это все сделаем. В картошке важно что? Чтобы она у нас не получилась как бы скользкой, такое, знаете, ощущение замазки. Вот, достаточно. Больше не нужно делать. Больше мы ее толочь с вами не будем. Сейчас мы с вами будем вмешивать в картофель наш сливочный соус. В начале может показаться, что слишком жидковато. Но на самом деле картошка заберет эту влагу и станет жестче. Давай попробуем. Немножко соли. Белый перец. Для картофеля-пюре практически во всех ресторанах используют не черный перец молотый, а именно белый. У белого перца особый вкус. Такой, знаете, мускусный. Он дает особый вкус к картофелю-пюре. Попробуйте, если не пробовали. Буквально 1 четвертую чайной ложечки. И вводим нашу жареную зелень. Просто бомбический вкус. Теперь просто закрываем крышечкой и убираем в сторонку. Мы ее будем использовать где-то минут через 20. Многие из вас задумались, как картофель-пюре сразу горячим не сервируете. Ребята, не страшно. Если вы готовите картофель-пюре свежим, сегодня с контактной, сегодня, то его можно подогревать. Он даже будет вкуснее, если будете его разогревать. Ресторан, в котором я работал, Крузо, вы наверняка уже видели, я давал фотографию. У нас было 250 посадочных мест. За вечер у нас был сервис 350-400 человек. Это очень busy, это очень напряженно для поваров. У нас работало несколько секций. 15 человек различных поваров. На каждой секции по 2-3 человека. Так вот, на овощной секции повара, которые отвечают за овощи, они делали картофель-пюре сразу килограмм 30-35. В большой контейнер уже готовое пюре, вот приблизительно, как мы сейчас с вами сделали, закладывался, закрывался пергаментной бумагой, ставился в теплое место и по мере заказа просто-напросто подогревался. Вы же не думаете, что когда сервис 400 человек, каждый раз готовится картошка-пюре? Конечно же, нет. Поэтому можете смело, когда у вас гости, приготовить картофель-пюре. Вот как вот сейчас вы видели, да? Я вам опять же показываю оптимизированную работу на кухне. Подготовили картофель-пюре, отложили в сторонку и готовите дальше, дальше, дальше. Сейчас мы с вами начнем уже жарить мясо и уже практически через 15-20 минут сервировать и заканчивать наше блюдо. Пришло время жарить наш лучок, который мы мариновали в самом начале. В сковородочку выливаем весь маринад, делаем огонь не сильно мощный, закрываем крышечкой и давайте подтушим его. Для нашего соуса понадобится буквально вот три небольших огурчика. Смотрите, что я делаю. Краешки срезаем, делаем такой прямоугольник. Вот у нас с вами получилось три половиночки. И тоненько нарезаем. Делаем жульен. Жульен это нарезка, форма нарезки. Так, про лучок не забываем. Он, кстати, жарится достаточно быстро. Вот она, видите, какая красота. Грилованный лук. Прекрасно сочетается со свининой. Все, готово, выключаем. Выбираем с огня. Идем к финишу. Пол луковички нам тоже понадобится для соуса. Меленько рубим. Я грею сковородку. Включайте духовку на 200 градусов. В пергаментную бумагу. В духовку. Лис должен быть горячий. Как только мы обжарим наши стейки, мы достанем лист горячий, лист 200 градусов и сразу положим на него стейки. Почему получаются свиные стейки, вот и шейки, не сочные? Дело в том, что многие из вас не знают, что свинину допустимо кушать medium-medium well. То есть это температура 65-68 градусов. Даже при 70 градусах получается стейк очень сочный. Нужно придерживаться определенных правил. Пока у вас нет опыта, заведите термометр. По термометру вы будете знать, какая температура внутри куска мяса и будете относительно этого пользоваться. Впоследствии научитесь пользоваться пальцовкой. Я вам уже показывал, как это делать в нашем видео приготовления баранины. Ну, напомню еще раз. Вот смотрите-ка. Ориентируйтесь на мышцу большого пальца. Вот в этом состоянии это ре. Это medium-ре. Вот это medium. Well done. То есть запоминайте, как выглядит упругость мышцы. И относительно этого вы уже не ошибетесь, и ваше мясо не будет сырым. Готовим, как всегда, французский, бельгийский стиль. Немножко оливкового масла. Чуть-чуть смазать сковородку. Кладем стейки от себя. Жарим с каждой стороны 2 минуты. После этого мы запечатаем края и отправим в духовку. У нас прошло 2 минуты. Смотрите, что получается у нас с вами. Вот так вот. Еще 2 минуты. Кусочек сливочного масла. Здесь в среднем столовая ложка. Кимьян. 2 зубчика чеснока. Режете просто крупно. Все туда. Наш любимый французский стиль. Я считаю, это один из лучших методов приготовления мяса. Конечно же, 2 минуты определить по чувству, пока вы не настоящий повар, сложно. Заведите таймер на телефоне или же электронный таймер специально для кухни. Вот так вот. Мажем кимьянчиком. Чесночок дает вкус невероятный. Вот. Еще чуть-чуть. Хорошо. Затем берете и запечатываем края. Следующий момент, без которого у нас с вами не бывает ни одно французское блюдо, это коньяк. Будем фломбировать. С этим делом будьте аккуратны. Ой, красотуля. Коньяк выгорает, но остается приятный вкус. Посмотрите-ка. Вот уже образовался прекрасный соус. Все. Мясо готово. Убираем сковородки. Сразу перекладывайте его на ту тарелочку, на которую она лежала. Или на какую-нибудь другую. Но не оставляйте на горячей сковородке, потому что она будет продолжать готовиться. И тем самым, опять же, мы с вами потеряем сочность. Ну вот, смотрите-ка. Вот. Чувствуете? Вот. А теперь смотрим сюда. То же самое. Это вая. Для стейка это было бы идеально. Но у свинины ни в коем случае. Свинину допустимо кушать только от medium, medium well. Well done. Но я считаю, что вот и medium well в самый раз. Вот она будет такая розовенькая. Ну, вы увидите сегодня. Буквально через несколько секунд духовка моя будет 200 градусов. И мы сразу отправим туда стейки. Посмотрите, ребята, что это такое. Помните? Тот, кто не знает, это соус жю. Я вот сделал свежую порцию вчера. И мы будем использовать его для нашего соуса сегодня. Нам понадобится грамм 100-150. Вот. Так вот я беру кусочек. Я уже не буду рассказывать, что такое жю. Если вам это интересно, пожалуйста, зайдите на наш видос, который мы сняли на эту тему. И там все подробно рассказано, каким образом можно сделать вот это вот замечательное чудо. Это основа основ всех ваших будущих соусов. Духовка 200 градусов. У меня вот, посмотрите-ка, бумага, она так стала желтоватой. Это говорит о том, что очень хорошо нагрето. Всю эту историю сюда выливаем. Ставим в духовку. Заводите таймер на 7 минут. Через 7 минут достаньте стейки. И попробуйте. Так, как я вас учил. А лучше всего вставьте таймер. Вставьте кусок мяса в самую толстую часть. Буквально вот так вот до середины. И в духовку. И можете спокойно отдыхать и не переживать. Как только дойдет до 63 градусов, таймер сразу даст вам сигнал. Вы достаете из духовки. В течение отдыха, буквально 5-7 минут, температура поднимется еще до 67-68. Возможно, до 70. Вот это будет исключительно. Ваш стейк будет очень-очень сочный и вкусный. Отправляем в духовку. Мясо в духовке. Заканчиваем наш соус. Сковородка, на которой жалилось мясо, не моем. Пол луковички слегка припускаем. В классическом соусе используется вино. Но я вино не буду добавлять, потому что я буду использовать соус жю. Вино у меня уже есть в соусе. Если я добавлю вино, то я слишком перекислю, и соус будет кисловатым. Учитывая все-таки, что мы будем добавлять и горчицу, и огурчики. Добавляем жю. Так, вот наш соус хорошо уварился. Добавляем сюда огурчики. Чайную ложечку горчички. Вот, посмотрите-ка. Вот она у нас. Вот пальцовочка. Все, мясо готово. Дайте ему буквально 5-7 минуточек постоять. Теперь можете оставить его, в принципе, в теплом трее. В свою духовку сразу ставите тарелки, на которых вы будете сервировать. Соус практически готов. Можем его выключать. Убирать с огня. Столовая ложечка сливочного масла. Картошка-пюре. Греем. Соус заканчиваем. Отлично. То, что нужно. Картошка-пюре. Картошечка готова. В сторонку наш лучок. Выключаем плиту. Как раз он сейчас подогреется. Ну, ребятки, давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. То, что нужно. Видите? Мясо розовое. Это у нас с вами состояние. Медим. 65 градусов. Ну-ка, сейчас попробуем. Ммм. Нежное. Мягкое. Ребята, можете без всякой опаски. Готовить свинину. Вот именно вот так. Мы приготовили с вами еще одно ресторанное блюдо. Сытное. Вкусное. На этом все. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам было тоже интересно, полезно. Вы чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!